Собственно, передать слово спикерам несколько слов от Микрософта. Прошу поднять руки те, кто ничего не слышал о улочных технологиях сегодняшнего дня. Нажелся один человек, который, видимо, для этого пришел на сегодняшнюю сессию. Безусловно, я не буду задерживаться на слайде о том, какие мы предлагаем виды облачных услуг, как это устроено, предполагаем, что мы все это знаем. Однако, как IT-директора, как руководители IT-сервисов или как руководители бизнеса, мы в определенном образе, зная уже все эти определения, сейчас стоим перед задачей, каким задачей обеспечить гибкость облачных решений, о которых мы думаем, считаем, дорогие ли, уже в людей в своей технологии. То есть мы смотрим о том, каким образом мы можем наше текущее решение мигрировать, например, из стандартного ЦОД в виртуализированный, из виртуализированного в решение Private Cloud или дальше в публичный облак, и, что немаловажно, каким образом вернуть это обратно. И, безусловно, нас интересуют вопросы единой идентификации, единостного управления, стандартной разработки программы включения и виртуализации. Все это, безусловно, многие из вендоров предлагают эти решения на рынке. Но в данном конкретном докладе, поскольку мы будем говорить о реальных внедрениях, будут появляться названия технических компаний. Просим считать совпадения с случайными. Тем не менее, это неотъемлемая часть каждого конкретного внедрения, поэтому обратите внимание на слайды и те комментарии вендоров, которые, собственно, значатся в докладах. И, безусловно, еще один вопрос, который будет подлинен в этих выступлениях, это тем, кому можно доверять, кому можно доверить наши данные, кому можно доверить наши технологии, кому, в конце концов, можно доверить нашу работу, успешность или неуспешность, экономическая составляющая, которая лежит в области облачных отчислений. В связи с этим, хочу передать слово нашим экспертам, которые уже внедрили и внедряют у себя облачные решения. И первым я хотел бы передать микрофон Антону Чернову.